МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это эгоизма и самолюбования к способности любить. Так что рекомендовано к просмотру и взрослым, и детям. Кролик Эдвард. На подмостках многих театров идут спектакли по сказочной повести Кейк Дикамилла «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Американская писательница старается объяснить детям просто и понятно, что в жизни не всегда бывает легко и радостно. Рядом с весельем соседствует горе, и важно в любых обстоятельствах оставаться человеком. Это сказка про то, как нужно жить, несмотря ни на что, как нужно преодолевать трудности, как нужно пытаться быть собой, найти себя и помнить о тех, кто рядом, кто тебя любит, и любить самому. Ну, я каждый раз открываю какие-то вещи, которые знал вроде как и раньше, но они открываются для меня заново. То есть тема добра и зла, как обычно, тема любви, привязанности, тема потери, оптимизма какого-то. Ну, все те вещи, которые, так сказать, являются важными, что ли, как и для взрослых, так и для детей. По словам режиссера Юрия Попова, в этот спектакль они вложили столько сил, сколько не в каждый взрослый. И самым важно было, с одной стороны, не упростить сказку, а с другой – сделать так, чтобы ее смотрели и дети, и родители. Спектакль очень интересен, потому что собралась такая команда. Юрий Георгиевич Попов, режиссер. К нам приехал Владимир, художник. У нас Света, хореограф. Они создали такой ансамбль, что, мне кажется, аналогов спектаклей нашего репертуара нет. Пока идет сказка странствия, зрители вместе с героями ищут ответы на вечные вопросы. А чтобы сделать сложные темы понятными, в искусстве и надо находить адекватную образность, говорит уфимский художник Владимир Королев. Мы немножко ошибаемся в том, что, полагая, что ребенок там 5-6 лет, нет, они гораздо глубже, чем мы думаем. И важно не словами донести до них чувства или мысли. Они, мысли больше зрительские, они более способны к художественному осмыслению жизни, чем взрослые. Сказка получилась очень красочной. Многие отметили сложное сценографическое оформление и пластическое решение спектакля. Такая яркая упаковка на самом деле помогла зацепить маленького зрителя и донести до него то глубокое содержание, которым наполнена история о фарфоровом кролике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!